Привет всем заглянувшим на огонек! Меня зовут Эл Марина и сегодня я покажу вам простой способ превращения обычной матовой ткани в благородный бархат. Если и бархат кажется вам скучным, то я также покажу, как быстро превратить черное платье в цветное. Для начала давайте откроем изображение, с которым мы будем работать. Если изображение будет невысокого качества, это создаст нам дополнительные сложности при обработке. Поэтому очень рекомендую выбирать изображение большого размера и желательно с минимальным сжатием. Давайте проанализируем наше изображение, а конкретно область, с которой предстоит работать. На платье у нас слабо заметны какие-либо детали и не очень подчеркнуты переходы от цвета к тени. Бархат так себя не ведет. Давайте посмотрим, как же ведет себя бархат. У меня есть два изображения бархатной ткани. Смотрите, у нас яркие освещенные области, практически блестящие. И очень темные теневые части, в которых проглядывают отдельные искры ворсинок. То же самое с красной тканью. Тени уходят практически в черноту, а освещенные области становятся практически бликами. При этом на ткани заметны ворсинки. Ткань достаточно плотная и мягкая, что создает плавные переходы в кладках. Это еще одна подсказка для наших фотоманипуляций. Для исходника не подойдет легкая и летящая струящаяся ткань. Она должна быть достаточно тяжелой и плотной, иначе эффект не получится. Но вернемся к нашему платью. Первым делом выберем «Кривые» в корректирующих слоях или «Curves». Работать будем в нижней части графика. Почему? Правильно, потому что платье наше черное, а за черные тона отвечает именно нижняя часть кривых. Нам нужно добиться максимального контраста между светом и тенью. Накрутили все как надо. Все достаточно контрастно. Светлые зоны стали светлыми, темные и темными. Но обратите внимание, при приближении у нас вылезли паразитные оттенки красного и синего цвета. Нам они на черном бархате совершенно не нужны. Чтобы избавиться от них, поставим слой с кривыми в режим наложения яркости или luminosity. Эта маленькая хитрость позволяет избавиться от всех оттенков и воздействовать этим слоем исключительно на цвета и тени. Ну что ж, издалека платье уже можно перепутать с бархатным или плюшевым. Почти блестит. Но почему же почти? Нам нужно, чтобы совсем блестела. Самое время взять в руки кисть. Есть много разных способов подчеркнуть блики и тени. Воспользуемся самым простым. Создадим новый слой. Поставим его в режим наложения мягкий свет, soft light. Возьмем в руки кисть. Для начала белую. Если вы работаете с планшетом, то вам очень пригодится вот эта кнопочка. Она позволяет регулировать нажатие. Также мы снизили прозрачность кисти до 50-60%. Выбираем мягкую круглую кисть. И поехали. Не бойтесь влезть за края платья. Далее мы исправим этот момент. Подчеркиваем не только складки, но и все выпуклые части. Нам нужно подчеркнуть не только цвета, но и тени. Для этого мы воспользуемся черной кистью. Для следующей манипуляции нам понадобится знание основ частотного разложения. Объединяем слои на новый слой с помощью клавиш Ctrl-Shift-Alt-E. Копируем слой еще раз, нажав Ctrl-J. Отключаем верхний слой, становимся на нижний. Идем в фильтр, размытие, размытие по гауссу. Выбираем радиус размытия, чтобы полностью исчезла текстура существующей ткани. В моем случае достаточно 2,5 пикселей. Если изображение намного меньше, соответственно радиус размытия будет меньше. Нажимаем ОК. Становимся на верхний слой. Идем в меню Image изображения, Apply Image, Внешний канал или Применить изображение. Кому как повезло с русификатором. Выбираем слой с размытием. И ставим режим смешивания, Subtract или Вычитание. Следите, чтобы цифры совпадали. Нажимаем ОК. Меняем режим наложения на Linear Light. Мне не очень нравится вот это белое пятно. Соответственно сейчас мы его просто уберем. Теперь эту текстуру нам нужно заменить текстурой бархата. Что из себя представляет текстура бархата, мы только что посмотрели. Это множество темных и светлых точек в различных вариациях. Также нам заменить текстуру ткани. Для этого идем в меню Слои, выбираем новый слой. Выбираем режим наложения из контрастной группы. Проще всего Soft Light. И у нас становится доступной опция выполнения с помощью 50% серого. Ставим галочку, нажимаем ОК. Почему же ничего не произошло? Сейчас узнаем. Меняем режим наложения обратно на Normal или обычный. Вот мы и увидели наш 50% серый. Для чего он нам понадобился? Для того, чтобы создать на нем текстуру бархата. То есть нам нужно превратить этот средний серый слой в пятнистый. Для этого мы идем в меню Filter, Noise, Shum, Add Noise, добавить шум. И выбираем количество шума между 10 и 12%. Смотрим, чтобы шум был по гауссу и однотонный. Нажимаем ОК. Идем в меню Filter, Noise, Shum, Median, Mediana. Это позволит нам превратить наши четкие шумные точки в мягкие размытые пятна. Для нашего изображения хватит радиуса 1. Это минимальный радиус для медианы. Нажимаем ОК. Идем в меню Редактирование, Edit, Ослабить медиану. Выбираем непрозрачность порядка 70%. Нажимаем ОК. И снова идем в меню Шуму. На этот раз выбираем количество около 5%. Нажимаем ОК. Идем в медиану, Noise, Median. Нажимаем ОК. И снова идем в Редактирование, Ослабить медиану. На этот раз ослабляем сильнее. Мелкие точки нам нужны более четкими. Я думаю 40% будет вполне достаточно. Что же теперь? Мы получили наш пестрый слой. Но на бархат это никак пока не похоже. Создадим обтравочную маску. Для этого кликнем правой кнопкой мыши по нашему слою. И выберем пункт Create Clipping Mask. Или создать обтравочную маску. Наш слой тут же прикрепился к предыдущему слою и полностью заменил текстуру. Меняем непрозрачность, чтобы наше платье стало выглядеть бархатным. Теперь нам нужно спрятать ненужные шумы на нашем изображении. Как это сделать? Добавить черную маску. Зажимаем клавишу Alt, нажимаем на значок маски и наш слой прячется. Снова берем нашу белую кисть и пробегаемся по тем частям платья, где нам необходимо подчеркнуть бархатную текстуру. Субтитры создавал DimaTorzok платье стало еще на шаг ближе к бархату чего нам не хватает все еще не хватает блеска создадим новый слой зальем его белым цветом поставим режим наложения десолф затухание и снизим непрозрачность до 10 процентов далее создадим еще один слой и объединим их теперь у нас есть слой с белыми точками точки квадратные а нам нужны мягкие круглые ифры идем фильтр размытия размытия по гауссу теперь нам будет достаточно размытия пол пикселя нажимаем ok снижаем еще раз непрозрачность этого слоя можно поставить режим наложения light и снова нам нужно спрятать слой под черную маску alt и значок маски берем белую кисть выбегаемся там где нам хочется показать блеск обратите внимание ткань блестит не только в цветах но и в тенях также все сгибы ткани стоит подчеркнуть ну вот наконец-то платье заблестело однако по моему она стала слишком светлым нам нужно добавить темных пятен создаем точно такой же слой как предыдущий но заливаем его черным цветом ставим режим наложения затухания выбираем непрозрачность порядка 25 процентов создаем новый слой вливаем два из слоя в один у нас получается слой с черными точками снова идем в размытие размытия по гауссу радиуса 0 7 пикселя нам хватит режим наложения меняем на мультиплай или умножение легка сдвигаем верхний слой чтобы точки не совпадали с белыми и прячем его под черную маску берем белую кисть и пробегаемся по областям которые мы хотим добавить черных ворсинок пожалуй стоит снизить непрозрачность еще немного что ж наше бархатное платье готово осталось только убрать эффект с остального изображения выделяем все слои с манипуляциями и прячем их в одну группу теперь нам нужно ограничить воздействие этих слоев только областью платья для этого создадим масло проще всего ее создать из каналов выбираем наиболее контрастный канал в нашем случае это кратный создаем его копию перетягиваем на значок слоя внизу и вызываем кривые убираем все ненужные детали картинки оставляя только черное платье снова возьмем кисточку уберем возможность нажатия и поставим непрозрачность на сто процентов теперь можно стереть все остальное изображение в том числе и колготки вот у нас осталось только контур платья включаем все остальные слои смотрим маска скрывает платье а нам нужно добиться противоположного эффекта нажимаем control кликаем левой кнопкой мыши по получившемуся слою включаем видимость стальных каналов и отключаем видимость нашей маски обратите внимание сейчас у нас выделено все кроме платья для того чтобы получилась маска нам нужно инвертировать это выделение сделать это можно либо через меню выделения инверсия либо еще проще зажав клавишу alt и нажав на кнопку маски все изображение у нас ушло по черную маску кроме платья теперь можно подредактировать маску там где края получились грубее чем нам нужно и 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 теперь давайте сделаем наше платье красным для этого идем в корректирующие слои выборочная коррекция цвета или selective color в нейтралях поднимаем черный наполовину убираем желтый и а теперь просто крутим до получения необходимого нам оттенка подобный результат меня устраивает смотрим что у нас получилось было стало что с помощью этих нехитрых манипуляций в этом году вы будете в тренде как известно бархат снова уходит в моду спасибо с вами была эл марина всего доброго а